Это уже третье слушание по иску противников и денег QR-кодов в республике. ИСЦИ в очередной раз пытались превратить заседание в фарс, буквально засыпая судью ходатайствами, о чем бы то ни было. Мы нам незаконно запретили вести видеосъемку, поэтому наряду, значит, с этой аппаратурой вы нам разрешите, чтобы мы на свою аппаратуру снимали, в коем случае, в принципе, демократии и гласности. От Горбачевской гласности перешли едва ли не к апартеиду времен Нельсона Манделлы. А оказалось, главный X-фактор происходящего лишь минута славы и пусть говорят. Ваша честь, мне требуется время для того, чтобы заявить вам отход. Давайте рассмотрим данные отхода. Я ожидал, когда кто-нибудь меня снимет, чтобы я мог все это сказать. Не стеснялись. Потом ИСЦИ просили вызвать в суд представителей Минздрава или Роспотребнадзора или хоть кого-нибудь. В свою очередь, ответчик, представитель Минэкономразвития региона, спокойно и методично пыталась объяснить, о чем на самом деле указ главы. В чем его суть. Если вы посмотрите содержание указа, в данном случае у нас устанавливается возможность прохождения на территории объектов общественного питания, в том числе при наличии сертификата о вакцинации, справки о ПЦФ-теста, либо справки о недавно перенесенном заболевании. И вот это вяло текущее препирательство длилось пять часов. Попросить всех просто пойти домой судья не могла по закону. Обязана была выслушивать. И выслушивала. Вердикт ожидаем. Коллективный иск отклонить за неимением правовых оснований. В переводе на человеческий – бред это и не суразится. Теперь все это же, похоже, придется выслушивать Верховному суду страны. Из циврвения к славе готовы идти до конца. Татьяна Молокова, Павел Рядков, Республика.